Слава Твою Сыну и Святому Духу, на неприсанке веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй над Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посетие и селенимощи нашей имени Твоего Роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твою Сыну и Святому Духу, на неприсанке веков, аминь. Отче наш, ежеси на небесах, да святится имя Твое, да принят Царство Твое, да будет воля Твоя, а на небесах и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, остави нам долги наши, как же мы оставляем должников наших. И не вне нас во искушение, но дьбави нас от лукавого, яко Твое, Царство, Сила и Слава, Ца, Сын и Сага, Духа, неприсанке веков, аминь. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, за Твою милость и к нам, что Ты услышал наши молитвы, Господи, и благословил братьев наших путешествующих. Здравие и благополучие возвратилось. Благословил и дело. Слава Тебе, Господи. Благодарение, честь и поклонение Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне и вовеки веков. Аминь. Аминь. Мы пригласили по такому случаю, что нынче у нас была миссия поездка группы наших братьев на север. Это должно было состояться в прошлом 2014 году, но в связи с изменением обстановки, как принято говорить, была серьезная очень поломка в машине, а потом у Николая дома обстоятельства такие. И пришлось выиграть. Хотя мы могли продолжить ее с одним шофером, но шофер он неопытный, и ничего нельзя было сделать. Зима прошла, везде было объявлено, искали, кто бы это сделал. Предложения были разные, и я их все отверг. Люди, которые не занимались, давайте разобьем на четыре части, перевезем оттуда, которые остались в книге. И те люди, кто-то будет запрашивать, они на почту будут отправлять. Это настолько нереально, это ничего нельзя сделать. Я, автор, и кто раздостал не больше 10 экземпляров. А их там было еще 88. И стали молиться, и вот из Краснодара брат Александр Сергеевич, легко запомните, как пушник, Марьясов. Я даже подумал, фамилия того, что Марьясов указывается. Вот у старобрядцев принято не Мария назвать, а Мария. Мария одна благородица, а остальные Марии. Вот первая Мария, а дальше сок. То есть, Мария, а во мне заботится моя мать, она о Марии где-то-то, совершенно. Я так и принял. Сегодня подумал, думаю, наверное, в этом что-то тоже есть. Он потерял работу, а я сказал, и не ищи, ты поедешь на север. Вот сейчас кое-что записали мы, и он в этом во всем увидел руку Божью, что так это и есть. Ну а дальше-то один, надо второго. А второй-то, надо один кто-то ездил бы туда. Витя отпал, потерянный. Ну а остаюсь только я. А меня везти только в колодье гробовой. Я едва не встаю, у меня позвоночник же, а операция была. Ну а дальше-то все эти болячки, порезы сказываются. Я утром не едва-едва делаюсь, там уже. Правда, английский может сказать. Ну, никого нет. Сергей, хозяин собаки, Кулков Сергей Павлович. И тоже не поймешь. Ну, поедет. Тоже что-то там колготится по Витиным стопам пошел. Беда просто следует. Третьего надо. А напротив, тут сидел у меня на собрании Сокольских. Валерий Сергеевич, он тут зиму проводил в школе. Пусть классы преподавал там по английскому языку, кажется. Вот. И он тоже неопределенный. До того я не люблю вот это. Я подумаю. Подумать. Время идет. У меня другие кандидатуры, я не могу им предложить, потому что ты неопределенный. Я тебе скажу, тебя заменили, а ты... Я знаю, что вот тебе... Да, меня пренебрегают, я не нужен нигде. Вы мою участь решили. То есть я уже проиграю варианты и вижу, как... Тогда конкретно, поедешь ты или не поедешь? Скажешь шепотом, что три раза переспросишь. Но Бог сделал так, молитва все сделала. И вдруг он решительно сказал, поеду. Настолько это было неожиданно. Я только что перед этим говорил, что трудно, когда ты не хозяин, а жена командует. Трудно вывернуться из-под каблука. Некоторые мужчины превратились не в подкаблочников, а в убитую шкуру медведя. Она на ней топчется, жена, всю жизнь. И вдруг он четко и ясно сказал, а жена-то знает. Нет, так не говори. А уж вернешься, да и... А не вернешься, и спрашивать несколько будет. И вот они поехали. Сегодня мы спрашивали совместимости, их не было ни одного спора. И вот сегодня, настолько неожиданно, звонят уже в Алтайском крае. Вчера были в Омске. И вот он, он однобойщик. Дороги какие там были, и уехали свою машину, он все там наружу, отремонтировали. И все, поехали. Машина стоит дома, теперь она стоит как новенькая. Ей нисколько это не помешает. Сколько тысяч километров 16? 16-300. Вот, 24 дня. Сколько городов посетили, но не меньше, наверное, 80. И все там, это не освещает. Должно больше. А? Больше дали. Вот, и я решил, вот сейчас на 8 часов, заказана у него машина, да, билет в Краснодар, оттуда Александр Сергеевич. И поэтому я проехал по деревне, сказал, в 5 часов мы соберемся. Это общение. И пришли, гляжу, кто. Пришли инвалиды, пришли пенсионеры, мамушки с ребятишками. А кому это особенно важно и нужно, их нету. Они очень заняты, они работают. А и лени пришли только потому, что они вообще никуда не идут. И занятия есть. То есть пренебрегают этим. Но мы сделали шаг вперед. Я заехал в каждый дом, предупредил, сказал, у них ехали, за руку не потащишь. Итак, слово нашему дорогому гостю. Казиклисту, садитесь. Вот, он сильно хромает. Да и удобно не сидеть, разговаривать. Нет. Вот, вот, за другую сторону. Я могу вам сказать, что хромает. Это после аварии, 9 операций сделали, таз там вырезали, там, кости и прочее. Это не игрушка. Еще на велосипеде гоняют. И седал куда на север можно, сбавился в море. В Финляндии. Ну, мы поехали, как бы, Игнать Игнатьевич вроде как подбирал вас. Мы совершенно разные. У вас даже в тройке, в каждом присутствует имя Сергеевич. Вы Сергеевич, Валерий Сергеевич и Сергей Купков. Да. Три человека. Совершенно разные. Ну, взгляды, наверное, на жизнь ставлены, но только в духовку. И вот первое то, что, как бы, начало пути началось... Попробуй, пожалуйста. Началось с батюшки. Батюшка, когда подошел на благословение, сказал, что не сиди, не начинал туда. Ну, и вот с этим мы поехали. Поехали. И, конечно, я знал только в общении по интернету, переписки такой небольшой. А даже с ребятами, братьями, я так близко не переписывался. Тут, как вот, видел на саппании. А тут мы поехали, и вот как-то не договариваясь. Не договариваясь, мы стали как единомыслием у нас такое. Вот, вот, все совершали, хотя меня назначили старшим, но что бы не делали, делали по совету. Так делали, туда иди, туда иди. Игнатин Ильич нас сразу снарядил на север. Поехали на север, в Мурманс. Поехали, попали в дожди. Идут с ложненьком в дожди, остановились негде. Кругом справа слева болота. Попушек негде. Варили в машине. Ели в машине. Приехали в Мурманс, можно сказать, 4 градуса тепла. Взяли, одели бухайки, эти шапочки, а я с собой ничего не взял. Собаки там нормальные, вполне. В Мурманс взяли у нас сразу книги. Посмотрели. Есть такие батюшки, вот знаете, они зажигаются. Он смотрит, открывает, и вот видит, что это не самая какая-то, не самовыражение какое-то. Все написано библейски. Это библейский формат. Открываешь любое слово, там 400 тысяч, 124 вопроса, и пожалуйста, все блесело. И вот смотрят, они очень заинтересованы. И вот берут батюшки. А некоторые батюшки просто распугаются. Просто пугались, и вот мы подходили, и вот такое даже выражение, вы откуда такие лохматые? Да, вот, так говорили. Даже батюшка подошел, и вот будто килограммат, а вот такое бронико отстрижили. Но они тоже взяли книги. В этот раз книг очень ушло много в тюрьму. Тюрьмы. То есть в тюрьмы, в школы. А в школу, когда приехали, Валерий зашел, у него есть библиотекистский опыт, он начал общаться, там, говорит, книги. И объясняет каждый тон рассказа. Особенно интересовал 26-й тон. И вот, поэк, 300, за последние 300 лет. И о других. И учителя говорили так. А зачем детям? Дети-то у нас этого не поймут. Он хорошо так поставил вопрос. Говорит, а это вы должны читать и детям рассказывать. Это настолько важно. Если вы будете знать это, это будут знать и дети. И тогда вот они так вот были как-то раз в какой-то паузе и поняли, что это действительно такая мысль вообще. Заехали, также были в Ишим. Мы зашли в Ишим и видим, что книги Игнатия Лапкина живут. Они уже с той проповеди, с того благовестия стоят на полках они. Пропованные, открываемые, они не хрустящие, читаемые. То есть книги не выкидывают куда-то. Многие знают, очень много, когда говоришь, знают. Там заходили, например, в библиотеку, они сразу в тот же компьютер, заходят в интернет, смотрят, истюб, и видят ролик, включают ролик. И тут же заинтересовываются роликом, уже забываем, кто-то не пришел. Вообще, это было условно, с компьютера на 88 капли всего. Завозили по монастырям. В монастырях брали со странным иногда вопросом. Даже как-то этот вопрос подмывал и обижал. Когда говоришь, вот такие книги такого-то формата, такого-то, называешь, кто автор этих книг. А они говорят, да нам же не продать их. А мы говорим, да мы это не для продажи, мы же вам дарим от издателя, чтобы вы читали эти библиотеки. Но даже вот, которые Евангелие распространяли, вот эта маленькая, четыре венгария с крупным шрифтом, оно лежит во всех храмах под, пожалуйста, подходясь, от 20 до 120 рублей, мы сами продаются. Но дело в том, что мы еще вот поехали, хотя это совершенно разное, но приехали, скажем, с неким, вот, вроде короткий период, но каждый получил багаж. Багаж такой общения. То есть, мы каждый рассказывали о своем, но находили все в духовном. То есть, мы всегда утром просыпались в молитвах, также просыпались в молитвах, в период передвижения читали Библию, послания, толкования Иоанна Златоуста. В общем, все это интересовало, каждый вопрос все время рассматривали, как мы собрались. Да, интересно это было, интересно было, интересно понимать о том, что, насколько Бог делает так, что мы становимся близкими людьми. Мы настолько начинаем переживать, ну, за друг, когда даже один отошел на минутку, его нету 5 минут, мы начинаем, и потом говорим, что, почему так поступаешь? Ты ушел, теперь ты поднял нас. И сразу такое, как, братья, простенье. Ну, что так, собака, конечно, очень хорошо помогала. Проехали, вот всех больше, оставили книг, где, как бы, не должно было их остаться. Это город Орел, приехали у Казахстана в партии. В партии приехали, а там эпийскоп Откута уехал в Москву, и тут поручили, говорит, священника нет, посмотрите, кто нет. И тут батюшка направит нас к этому батюшке, мы приехали, батюшка посмотрел, он очень обратился книгам, посмотрел, забрал. И мы поехали, мы и в библиотеку, и приезжаем, уже в библиотеку и говорим, вот, книги будьте брать, они говорят. И у них сомнения начинаются, они говорят, да вот батюшку взял, они говорят, он сколько взял? Мы говорим, один, а нам два, давайте. У нас комплекты. И мы везде раздали, ну, столько в Орле много комплектов, но ни одного партии, если вот из-за этой такой-то, ну, как бы ни со стыковочки не попало. Потом очень много книг, очень много книг оставили в Карелии. Мы вот ехали и везде, до того было интересно, мы, когда восстанавливались у храмов, например, у монастырей, и там люди постоянно сидят, люди молодые, по 30 лет делают, что-то такие, по 30 лет даже меньше. Есть мужчины, вполне с руками, с ногами, вполне могут работать. И когда мы, но мы выходили так, мы выходили с собакой, снимали на камеру, чтобы все-таки собака могла, у нас же ничего нету, и мы там, ну, ну, как сказать, там ребята стоят такие. Не здесь еще нет. Да. И мы начинали рассказывать, 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 рассказывать. И вот тут мы в разговоре, мы видели, как вот кто хочет слышать, и оставался, и кто-то уже даже вот воспринимал и говорил. А они все время говорили о своем оправдании, о своем оправдании. Вот у меня нет силы, и там все, вот у меня. Я приводил пример, говорю, вот вы посмотрите, Сергей Карков. Лежит, просто лежит человек. А посмотрите, что он делает. Он пишет, он трудится каждый день, по 16 часов в сутки. Вы с руками, с ногами не можете ничего делать. И в нем, или вот, некоторые сразу уходили, как вот, и когда человек уходит от этого, ты понимаешь, что у него все-таки начинает, у него совесть. Вот совесть его начинает есть. И когда разговариваешь, видишь, они отошли, отошли, вот эти женщины еще долго, мы разговаривали с ними. Ну, конечно, не переубедишь ни во что, но какой-то след, что-то в душе их осталось, потому что разговор уже сводился к тому, что понимание. Есть люди даже такие вот, вроде они так уже припалят к этому, поражают, 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 только много знают о Боге, я даже поразился. Также мы, куда бы ни приходили, пришли в город в Карибе, и для нас открыли, вот, мы рассказали об авторе, что сидел в тюрьме, и нам начали показывать эпоху двух дорог строительства именно там. Одна дорога, это сталинских времен, и одна дорога Петра Первого, но которые, обе дороги, они, будьте здоровы, устлали костями весь север, вот, это строительство, и это была просто политическая горка. Ну, Петр Первый, конечно, там о Карибе и делали корабли, рассказывали очень многое, я поразил, что для нас троих открыли такой музей, мы хотели, и они рассказывали нам о музее, о Петре Первом, о Сталине, о своем городе, а мы тут же вставляли, рассказывали слово о Боге. И у нас такой получился красивый разговор, что, я, наверное, уже пытался уже как бы уйти от этого, что давайте вот это здесь оставим, вот это вот так, я говорю, понимаете, что вот в этом мы всегда начинаем путать духовное с душевным, просто здесь надо четко определяться, и вот говорить, как оно есть. Я говорю, почему, в подтверждение того, что в книгах Игнатия Лапкина написано не самость, а написано вот именно, как такой отвеченным вопросом, четко отвечает словами книги. Очень интересовались, брали сразу визитки, смотрели бы, рассказывали о сайте, как зайти можно, визитки даже отдавали так даже. Время было, вот ребята уйдут в библиотеку куда-то, а у меня кто-то здесь, раз, вот перед глазами появился, я пытался сразу рассказать, подарить маленькой Евангелии, рассказать, что я успею рассказать, пока не буду. Но даже на кладбище доехали, сидят три мусульманины, я с ними начал разговаривать, они начали там, мол, я говорю, понимаете, тот Христос, который вы говорите, он наш, и наш, это, и я им начал рассказывать, что это не одно и то же, как вы думаете. Ну, они заинтересовались, долго слушали, пока, батюка был настолько интересный тоже, который, он рассказывал, как, там, город Сечущий, по-моему, там, он взял несколько комплектов и открыл, и начал смотреть, прямо сяду, положил на столе, и начал смотреть эти книги. Он говорит, действительно, насколько живые книги, насколько вот это все. А есть такие случаи, когда подходим в эмпархии в городе Омске, священник берет книгу, читает, а подходит, подросток, ну, не подросток уже, ну, 23-24 года. И мне, наверное, просто он весь всего был и говорит, да я знаю Лапкина, это гонитель всего, это он ненавидит мощи. Мы его остановили, осекли, брат Сергей его остановил, говорит, зачем ты так говоришь, там совершенно другое, почему-то из контекста вырываешь что-то из ролика. Он не куротик в мощи, он говорит, что не надо вот этих нанотехнологий применять, не надо уже дробить до того, что не надо всем глав Иоанна Крестителя возить по России, зачем это все придумать. А батюшка тут же рядом стоит, я думаю, и Сергей, ой, ну, что, ну, сейчас все откажется. А он читает, а он даже не слышит, о чем он говорит, он читает эти книги. И видно, как человек горит, он, он просто, он прочитал эти книги, тут же нам пишет адреса и говорит, везите вот сюда, вот сюда. Взял эти книги с таким желанием, чтобы он прочистил. Мы поехали туда, в те, и там тоже у нас приняли книги. Потом мы уже, начиная возвращаться, мы много, очень укорили, очень много проехали. Выехали уже в направлении Петербурга, и тут мы как-то переговорили, но Игорь Иванович еще не напомянул нам о Петербурге, и сказал о Смоленской стороне. И мы пошли в сторону Смоленска. И Смоленске, очень красивый город, весь на холмах, столько много храмов, просто поражает. И мы были в храме, который 12 век, мы заходили, там как раз батюшка рассказывал о крещении, я так со стороны стоял, прислушался, все как надо. Мы заходили в храмы, где видели, вот сам храм, конечно, великолепие, такое, там 10 этажей. И основная часть, правое крыло, алтарь, а левое крыло, стоят парты, стоит компьютер, стоят библиотечные стеллажи, книги. Там теперь книги Игнатия Лавкина стоят, и ведутся постоянно занятия. И тут же у них есть и крестик, то есть купель, есть много храмов таких, что проезжаешь и замечаешь, что... А в одном храме вот нас, в монастырях, там кормили, тоже заметили, что это все то, что присутствует. То, что все-таки оно и есть, есть вот такое исправление, но есть вот в этом контексте, когда ты смотришь, тебе нравится, и потом мы приезжаем в монастырь Серафима-Саровска, и хочется плакать. И вот заходишь, во-первых, увлекает то, что вот сразу какое-то вот... Я даже вот не объяснить вот это... А в Деверье были, да? А? В Деверье были. Да, и заехали... Нет, это не в Деверье, а еще... Да, в Деверье же так, в Деверье. И мы заехали, и вот по левую сторону, как начинают ворот, вот это все... Идет. Ну ладно, это одно, а то, что люди-то не боятся, как приходят, это... Ну... А напротив, вот так вот храм стоит у нас к востоку, а здесь сразу у алтаря кафе, там можно поесть, попить. Потом подходит нам монах, это монастырь, и вот так у него завернута вовнутрь вся подвязника. То есть, вроде чего, я говорю, ну нехорошо, так как-то я вот так и говорю. И вот, и он начал рассказывать. Говорит, здесь никакой проповеди вообще нет, вот тут только рассказывают про ИНН, рассказывают про паспорта, и рассказывают про Христопечати. Уже 20 лет. Второй свещество подошло, и она говорит, зачем ты так говоришь, тут есть проповедь. И нам не стало, как-то непонятно стало слушать вот это. Перебрали, надо сказать, братом так. Так, уединились. Вышли только и буквально здесь, на углу библиотеки, и там у нас приняли книги, а тут не были книги. Просто не стали. Просто во многих местах задают вопросы, потому что нам, они говорят так, нам тяжело их продать. Потому что много том не класс, а мы как-то и мы не продажа. Авторы не настаивают на том, чтобы эти книги читались в библиотеках, чтобы они стояли на полках, чтобы люди смотрели. В дальнейшем поехали-поехали искать Сергея по пути козлу, брата нашего. И я вот по наитику, почувствую, еду, и вот вижу, а ролики же смотришь, и вижу вот этот спуск, где машина спускалась. Я говорю, братик, стойте, вот здесь это было. И всех спрашиваем, выходим, они говорят, здесь нет такого. Это у вас просто опытный взгляд. Я говорю, да, вот здесь это, вот здесь, вот здесь машина. Я же видел, что вот это вот так вот туда вниз. Спросили опять, нет, не такого. Мы поехали, уже ночью, и мной объезжают. И с той стороны реки останавливаются две машины. И там женщина говорит, да кого-то, видите, где фонарь горит. Там парень парализованный. Я говорю, красавцы, мы и были. Мы опять возвращаемся, спускаемся по этому. И они сразу дома свет потушили, потому что там вообще глуха мать такая. И что, мы чужие люди. А я подкрепился, так, собака вышла, мы еще гавкнули. И потом он говорит, Татьяна Милевича, мы это Гнатин Лапкина. Она как обрадовалась. И заходим в братцы, а он не ожидал, что мы приедем вообще. А он лежит в ожидании интернета, у него интернета нету. Только по ночам работает сейчас. Осенью он переезжает опять, возвращается в Воронеж, потому что работать невозможно, не печатать, ничего. У них еще одна. У них заболел его отец. У него сейчас рак 4, 10, 10, 10 уже. Но по лицу не видно, мы с ним общались, с Георгией. И вот с Сергеем общались. Красава, а мы же не знаем, ни новостей, ничего у нас не радует. Еще в машине нет. Мы даже приятно когда-либо. Мы тут пришли. Красава нам показала ролик на Друсенко. Посмотрели этот ролик. Еще по голове он скачал, что у нас было на аппаратуре. Все это скачал на себе. И мы поужинали, попрощались и поехали. Но он очень был рад. Он так был рад, что кто бы ни проникли, вот этот человек, он в общем. Вот он живет общиной. И все, кто общаемся, общаемся мы очень давно уже. Более 6 лет, да, Кремль Тихачев. И вот как-то вот, и когда вот встречаешься, а мы сейчас с ним в последнее время разговариваем по ролику, я вижу, когда вот раз забегало, что у него часто подняли. И он пишет, поговорим, поговорим, мы разговариваем по трех, бывает часов ночи. И вот насколько... И вот он очень был рад нам, что приехали, что не проезжали мимо. Потом поехали дальше, поехали дальше. Возвращались мы всегда на базу, вот в Калугу. Это... Там человек Кук, Владимир. До того вот такой расположенный человек, но, так сказать... Ну, верующий, я бы не сказал, что верующий. Ну, верующий, но я не стал даже именно эту тему спорить. Ну, были разговоры у нас, что касалось, что я говорил, что... Но разбойник на кресте Господь сказал, что он-то покаялся, что проповедь в православии начинается с покаяния. Ну, у нас много было вопросов, но такие доброжелательные. И он всегда, вот, когда мы заранее ехали к нему, знали, что у него жена уже в Москве жила. И вот, с вот ему, он нам там включал воду, чтобы подогреть, чтобы приехали, там, покушать приготовили, отдохнули. Очень, очень помогал. С контейнером помогал. Он даже, я вам благодарен, он рассказывал то, когда вас нету, мне вот туда куда-то идти неохота. Там, о чем разговариваешь с вами, там ни с кем не побеседуешь. Там нету такого, что вот приносит и вы приходите. О чем можно даже о мирском, но перевести это вот в отношении священного писания. Как на это все взглянуть, как жить, как можно с этим жить. Ну, ему очень было интересно. И он благодарен за то, что он сам принял участие в таком деле Божьем, что он сохранил все книги, что они там сухонькие, все было, все. Ну, все рядом. Мы приехали, только нам оставалось клеить коробки, слаживать. Мы сразу закомплектовали 88 комплектов, сделали все, собрали. И начинали, первый раз поехали 28, потом 32 и остаток. Остаток мы сделали, чтобы был более рациональный. Мы погрузили все комплекты, загрузили все вещи и направились, чтобы не тратить лишние деньги на бензин, на все, на разъезды, потому что на разъезды очень много уходило. И направились в сторону дома. И по пути благовествовали, и раздавали, дарили книги, ко всем заезжали. Ну, дождь практически везде нас преследовала. И мы даже вот Урал весь переезжали. И только Урал, когда перемахнули на эту сторону, дождь прекратился. И вот мы приехали уже в Омск, здесь в Новосибирск. Тут уже более-менее сутка была. Конечно, я вот, как бы сказать, вообще не с братьями. Но вот за такой короткий период я подчеркнул очень много. Потому что настолько тесно мы общались. Тут было так откровенно, что мы не стеснялись говорить, что, ну, как-то вот не наталкиваясь к теме или что-то, а вот и не опровергаясь. Постепенно, потому что где-то вот написано, и мы к этому вот шли. И главное, последний день, когда ехали, последнюю ночь, и Сергей читал, о, брат, и Арма Златоуст. Как раз читали, и там получилось такое, что, как бы, ну, я не знаю, откуда священник взял, привел 9 пунктов того, что, почему муж может развести с женой. И 9 пунктов, хотя Евангелие говорит об одном, либо деянии. И тут, вычитая Анна Златоуста, 20-й главу, по-моему, толковали, и он наш телефон этот целовал, говорит, ну, види, как правильно написано, когда мы разговаривали, а я говорю, а вчера ты думал по-другому. И вот так, ну, конечно, конечно. И вот когда-то и мне что-то говорили, и я, у меня не было того, что что-то там, возмутиться, что-то сказать, а я понимал, что насколько это правильно, как-то быстро понимается. Когда вот, чтобы к этому надо прийти, вот Господь нас собрал троих, мы были в Божьей неделе, как бы, приняли участие, и мы для себя приобрели богатый опыт. Это бы столько было лагеря интересного. Вообще, постоянно вспоминали, батюшка Неслава, когда батюшка сказал, только что-то, ну, первый раз там проникла такая небольшая искра, но раз, и я помню сразу. Мы проезжали Тулу, позвонили, говорит, в Туле мы не вечером. Мне позвонила Суэй Анна. Он говорит, приятно, хорошо, я встречу. У нас в зоне были, не были, говорит, а я, говорит, приготовился, все, говорит, там это, магазин съедил продуктов, купил, говорит, Тим, вы как-то почему не заехали? Батюшка, мы просто не хотели беспокоить, не вас уже, а уже в 12-й час, мы остановились там, перегусили, помолились, я, говорит, ждал, что заедут, там все приготовили, говорит, и масло что-то мы готовили. Сергей Пупков очень, брат, хотел, тоже заинтересоваться. Там было заехать, мы был очень рад. Ну вот, как-то получилось, что поздно, слишком года, мы ехали, как раз, авария там большая стояла. Ну ладно, он считай, что принял вас, он приготовился принимать, а вы не приехали. Еще это было, по-моему, было всегда после. Ну, он и что. А нет, вы знаете, что это еще было? Это брат Сергей Пупков, как раз, он 3 дня решил попаститься без воды. А зачем ты мне звонил, когда мы проезжаем в Тулу? Будем в Тулу. Нет, мы будем. Чтобы я организовать встречу, я тут же звоню, а с Иоаном, отец Иоанн, заедут наши, значит, тебе звонят все, понимаешь? Тут как-то сорвалась эта обратная связь, и мы хотим, конечно, заехать и передать несколько поклонцев. Ну да, это наше впечатление. Просто я не знаю, а брат Сергея знает, вот здесь как-то произошло вот так. Ну, в общем, и когда уже вчера, завершая поездку, и у нас уже, мы в тюрьму отвезли, оставили, а там в тюрьме есть православные, в Тюрьме, в Тюрьме, в Тюрьме, в Омске, строгого режима тюрьма, там, туда завезли, они там принялись, удовольствие, потом поехали, приехали в библиотеку, и говорили, она знает про эти книги, ну, Игорь Тихович, она говорит. Какого они в Омске оставляли? Да. В Омске библиотеке оставляли книги? Она, да. Там, я знаю, библиотека, в Омске как раз и... Мы сейчас оставили в областной, в городской, и когда были вот это, в управлении, она говорит, мне надо 20 комплектов, а мы говорили, у нас нет еще, она говорит, мне надо 20 комплектов. В Омске крайне неблагоприятной была обстановка. Они приняли, расписались, приняли очень хорошо, просто замечательно. Едем мы обратно, и вдруг звонок, заехайте в библиотеку, возьмите книги. А мы как раз в Омску подъезжаем. Мы заехали. Что случилось? А случилось следующее. Архиерея близких знакомств с губернатором. Библиотеки-бюджетники. Что, архиерея, откуда он? Ничего не считал. Бог дает испытания. Он губернатор. Губернатор дает указание, из библиотеки освободите. И она дает мне, а сама мне шепчет, как-то обстановка изменится, мы попросим, привезите обратно. Она что делает? Из работы увольняют. Понимаете, самое страшное сращение духовной, вот этой, называемой духовной, церковной власти. Это такой конгломерат рождается, такое чудовище. Даже сказать нельзя. И оно все больше и больше растопыривает свои перепончатые крылья над страной. Это все говорят, это ни один невзоров, Александр Глебович говорит. Это многие. Попы в каждое дело носуют, а сами нерожденные свыше, мертвые. От них смердит за сто верст. И вот она звонит одна, они уже оставили в виде. А кто благословил? Она слово благословил, заучила. Кто благословил? А вы что? Там же написано где? А вы у нашего благощинного были? Она больше ничего не знает. У отца Бориса были? Да как делал? Ну он через два дня приедет, вы пока посидите здесь. Она совершенно сумасшедшая. Мы не минуты, секунды экономим. Заплатив за бензин, у нас на ходу садится в машину. На ходу. Она, отца Бориса, который в глаза не видел. Да он добро не может дать на одну страницу, он не читал ничего. А это книги. 38 книг по 750 страниц. Они не понимают. Другое дело благословит у евреев. Кошерная пища. Закололи при нем. Кровь выпущена. Он знает. Все. И кошерная, то есть та, что дозволена иудеям. У нас ничего нету. Любую память, что угодно, завернут в сосиски, слопают люди. А что они туда налили? Что люди пьют? Чем отравляются? И нам пришлось книги эти забрать. А сегодня вот как. Мы были в Тюмени. Самая большая библиотека, какую я сам лично видел, это в Тюмени. Написана президентская областная библиотека. Это, видимо, Ельцин образовал. Я нигде не видел. Автоматчики. Как они встречают? Как провожают? Какое сопровождение? Какие этажи? Она сидит, разговаривает, как имеющая власть. Сразу, мгновенно книги приняли. С той стороны, заветитель. Все завизировали. Все как надо. Нам книги как раз и нужны такие. Я говорю, книги написаны без приглядов глаза. Книги написаны в пророческом духе. А не с обличением, с наставлением. Так нам это и надо. Один библиотекарь с нами. Вдруг на руки передают, идут, со двора завозят и везде вооруженные сопровождают. Я не видел даже библиотеки Ленина этого. Нас туда не запустили, а на руки получил, который главный понес сам. Довел, а дальше мы отдали, мы уже другим делом занимались. А это отдала. Отдала, потому что губернатор близок к архиерею. Вот этот случай. Другой был в Селькуле. Приехал, а там губернатор как раз ставочным, они его именем почти храм назвали. Губернаторский храм. Вообще. Но у него название другое, но в народе он из этих губернаторских. Он взял, расписался, благодарил, мы выехали. Четыре часа не прошло, он криком кричит, верните, заберите книги, а то я сожгу. Это обск. И вдруг нынче, ну прошло, ну сколько, два года, и вот такая обстановка. Видимо, Господь смел их остальных ящик, их как будто не было. У меня были такие люди, которые хватались за ноги, буквально, падали на колени за ноги, простите, мы не знали, мы говорили, нас наставил наставник, это настоятельная, я вот такая, ну, наплевать на забыть, как говорится. Вчера мы были такие, сегодня мы другие. Я не беру, мы поехали в Германию, когда оттуда сразу сообщили, кто помогла, Людмила Плет, очень известная проповедница, и говорит, Лапкину здесь не разрешат в Германии, а Валентина Сортисон с ней переписывалась. Я говорю, а почему не разрешат? Ну это же Германия, это не Россия. Не знаю. Я говорю, теперь спросите ее, я проезжаю, останавливаюсь на заправке в Германии. Вышел на остановку, ну здесь же люди-то торгуют и прочее. Я имею право вытащить и каждому проходящему дать тысячу евро. Ни слова не говоря, улыбнуться и подать ему. Конечно, можете. Но в чем дело, я передаю книги на 750 евро. Да, тут подумать надо, это необычно. Ну и все. Я дарю, дарю проверенные книги. А почему, говорит, их нету в реестре? Потому что их нет в книжной палате, где проверяют власть. Мирская власть и не церковники. И пока они там не занесут, они книги, вот он видит, они в бюджетеке, их читают, но в списке их нет. Они звонят, так сказать, в списке их нет. Порядок определенный. Почему? Я не знаю корень, но как я думаю, это от Путина идет, Владимира Владимировича. Он перерезал буквально все артерии поступа вот такой литературы, которая разжигает религиозную ненависть, национализм, шовинизм и прочее. И это правильно. Но люди-то под это как играют? Мы, когда поехали, нас пугали. Самое трудное с собакой будет в Швеции. Там такая проверка. Там, если больше 20 дней как прививки поставили, заставить здесь. А чтобы поставили здесь, должно 3 месяца пройти, вам придется ждать. То есть, совершенно невероятное. Как требует дать бумагу зеленую? Нет, только белую дать. А нас вообще не спросили, когда поехали? Вообще никак. И поэтому, когда до места доезжаешь, получается совсем не так. Хотя я то не оспариваю. И вот относительно книг, что он говорит, многое не так, как у нас было. Естественно, что то ли автор приехал, то ли нет. Но мы молились. Они писали смс, кто-то к Сергею отправлял нам. Мы, говорит, чувствовали непрерывно идет молитва и днем и ночью. Они как на крыльях летели. А они работают книги? Да, работают. Вот сегодня только звонили. А как книги ваши достать там, которые... Ну, до осени, подождите, я вернусь. Я хочу сейчас там из одной библиотеки звонить, из другой. А книг-то всего тысячи экземпляров. Из них уже почти 90% бесплатно раздал. Этого не было в мировой практике. Такие... Я 50 лет собирал материалы. И бесплатно 9 лет за компьютером промузылился. 9 лет не вылазил. Больше 30 тысяч часов провел. И даром отдаю. Какая моя вина? Значит, я знаю, что даю, как ценю эти книги. Хочу, чтобы они работали. Люди считают их, которые в заключении или где они становятся на новый путь. Этого мало? Я, говорит, никогда ничего не считал. А ваша книга, она была, я раза два или три от горки до горки прочитал. А теперь встречаются и говорят, я совсем-совсем другой стал. Эти книги в пророчественном духе. За это мне не простят, что я так говорю. Почему? А они три тысячи ссылок на Библию имеют, выдержат из Библии в каждом доме. Вот и все. Вот на практике пришел человек свеженький, тепленький. Многие, нет, многие, очень многие, даже, скажу, батюшки, они очень хорошо воспринимают книги и берут. А еще, знаете, интересно, когда мы после каждого куда заедем, книги оставим, вынем, обязательно помоемся. Или где-то вот такое место, чтобы подождать придется, и где-то в городе мы уголочекаем, перекусить там, молимся перед... И вот самое интересное, а людям непривычно вот видеть вот это. И вот случаи такие, что люди идут, заглядываются, падают там, с пакета рассыпают, и еще и так. А мы стоим как бы до этого. И вот чушь, насколько ты свободен. Вот от всего вот этого. Просто... и когда стоишь даже вот так, мимо человек идет, и молодой человек, поживой человек, я его не знаю, совершенно чужой год, но он обязательно поздоровается. очень интересно. Поездка очень интересно. по машине. Он видит здесь, что там постука вниз заработала, что там щетки опустились, или что-то. Наши ничего не знают. Они ему наворачивают такое, и он соглашается со всем. За все платье. А он стоит, смотрит, а они сразу понимают, кто. Он ремонтирует машину, а он ремонтирует им души, говорит о Боге. Да, я приехал на ТО, заехал, я говорю, посмотрите на машину. И масло поменял, то есть они всю проблему на подъем не подняли. И вот, а их собралась там женщина одна, остальные мастера, и я им рассказываю в Боге, все это, они задают вопросы, ну и тут же крутят, делают, я говорю, вот это, вот это, посмотрите, долейте, это потяни. Я им рассказывал, наверное, но очень долго, и вот они за этими вопросами, они ее там, надо же подольше, они все перекрутили весь низ. И это, я думаю, ну, наверное, сейчас денег возьмут с нас, это. Все, я говорю, ну все, ребята, мы сделали. Я говорю, ну и сколько денег вы с нас возьмете? Они так вот встали, четырех, ну и вроде, и сказали только за материал, там тысяча с копейки, но только за материал взяли, и за работу вообще чуть-чуть взяли. И так интересно. А еще случай, мы приезжаем в Мурманск, а там вот этот Красная Звезда, или как он называется, завод, и там утром становится, дорогу разделяют на три части, и ставят фишки, конуса, и стоят милиционеров, человек 40. И вот все вот, и каждая машина въезжает, и вот тут же дверь открывает, и всю машину проверяет. Все, каждая машина выезжает, тоже проверяет. А мы вот здесь стоим, на пятачке вот тут вот, а тут вот залив, пароходы вот эти, сфотографированные все. Я сажусь за руль, вот сюда выезжаю, и нас никто не видит. Я вот поэтому рядом проезжаю, и эмоционер не останавливает. И мы вот весь ряд эмоционеров проехали, поехали, и нас никто не остановил. А вот кто ехали все, вот спереди нас ехал. Я сейчас посмотрю сзади, едет за нами, вот тормозят. А еще вот батюшка на бумаг, которая останавливает, например, у меня раз, и он страховку перелачивает, саму страховку ставит, вот это. И он не страховку смотрит, а читает Крестоложенская Крестоложенская все прочитает и говорит, честнее окули. Вот Александр Сергеевич рассказывает интересное сущие, я маленько вперед возьму. Христос возвезся на небо. А вы его заделите? Может быть его поднял какая-то, пророки говорили, или взял где-нибудь забросил за Иорданом, на него пойдем поищем. Елисей говорит, не ищите. А потом идите ищите. Они ходили, ходили, думают, поднял его, потом где-то бросил там. Ну а Христе мы можем так подумать? Нет. Ну а бросился вниз, ангелы понесут. Почему он не бросился вниз? Ну написано, ангелы понесут тебя, Христос если бы бросился с крыла храм, он разбился бы или нет? Ну во-первых, он сказал, что надо... Он просто искушал его. Ну разбился бы Христос или нет, если бросился? Нет, конечно. Как у Достоевского великого инквизитора говорит, он знает, что сразу бы и разбился. Он так говорит, от действительности Христос если бы если бы он вознесся, как называется левитация, мы не будем употреблять это слово. Но здесь-то это же самое. Если он скрылся в облаках, облака скрыли его, то здесь всего с крыла храма это вот прыгнуть с одной ступеньки. Так он разбился бы или нет? Я говорю, вот в чем. Они видели такой случай. Подходит какой-то человек там, неверующий, сидел там, вот, ну и дай денег. Ну а этот молится человек, видит, православный не дай. А он тогда и говорит, да, я знал какие вы православные. То есть броситься вниз. Задел до живого. А это вот так задел православного. Он ни слова не говоря вытащил и тому бомжу 10 тысяч сразу и отдал. То есть броситься вниз. Вот это означает дьявол подошел, а я бросился вниз. Они такие интересные случаи рассказывают. Видели, сами говорят. Ну вот так. Бросься вниз. Это мой абсолют православный. А ты даже промолчи. Я знаю, где православие мое. Мое православие не в том, что я вырву карманы и отдам тебе, а в том, что я крепко зажму его, чтобы тебе не дать. И найду истину нуждающегося. Куплю слово Боже и передам для возрождения души. А он такие вы православные. А меня это заедает. Да как я? Да я сейчас тебе докажу, какой я православный. На тебе сто тысяч. Еще ты доказал. Бросься вниз. И бросился. Разбился. То есть проверялся. То есть интересные дороги видели. Рассказывают. Они сами-то сколько увидели. Теперь на практике тебя уже будут обзывать. Вопросы брату Александру? Мне вот не совсем понятно. Вначале рассказывали о монастыре и там были молодые люди и мужчины и женщины. Попрошай. Они сидят у вороты. Это не одного монастыря. Мы подходили и начинали с ними разговаривать. Вот понимаете, что вы делаете? С руками, с ногами. Но мы то есть это не возсуждение было разговором. Понимали, что они начинали искать причину. Вот самооправдали самооправдали. А мы говорили а нету самооправдания нужно поступить вот так. Они и летят еще. И мы вот ну про это разговариваем. А как машина была себе? Как машина? Еще? Только старый летел так. Свитчи померял. Ну а так кто заезжал в масло в меня? Поглядывал. Приехал. Принесся. Как Господь соединил разных людей. Вот проехали и все сделали. Теперь кто молился продолжайте молиться благодарение. Молитву переходит во вторую ступень. У нас была просительная благодарение Богу, что вернулись. И сразу начинается славословие. Милость твоя велика Господи. Посеянное семя на нас обильные плоды. А на лютых волков не щадящих стадо пролей милость. Патриарху епископам священникам дар и духовное рождение свыше. И Россия будет другая. Просто смело к Богу обращайтесь. Он дал нам это право. Мы сеяли. Сеяли это на твое всегда. Будет или не будет. А они сеяли сто процентов гарантии что ничего не будет. Кроме сорняка сорняк там будет. Вот они убедились проехали. Мы молились они вернулись. А мы чувствовали благодать всем. Правда я так еще но не было такого ощущения раньше. Он не то что вы сожалеваете что ездили попались как тот он сам сидит дома а что да мы рады что нам это доверили и вы доверили нет господь у них мысли то какие полет какой я говорю может ваши домашние жены ропщат нет они знают что это другой статус человека а познакомились по интернету он никогда не думал что я буду у него дома я у него дома был а он у меня а я наползал никогда что буду наползнул этих голубей я сегодня сказал человек который никогда больше потеряем и не будет он сразу а почему не буду я приеду еще один раз меня удивил приеду в детский лагерь я тогда напишу детский и детский молодежь перенимайте совету но меняется много молодых людей я разговаривал то есть слышат слышат и не все живут как прислушиваются спрашивают вот вот просто остановились братья пошли библиотеку я выхожу выходит мамочка даша девочка позвать а женщина ирина и она сразу ко мне с вопросом то есть я внешне уже привлекательный она сразу мне говорит а вот знаете вот так давайте я вам сейчас евангелий подарю открыл машину подарил евангелий пакет там еще и мы начали разговаривать вот ее калиткой она говорит я никогда не знал и задает мне вопрос я тут пытаюсь а я все файлы в голове щелкаю вспомнить вспомнить и вот все опираешься откуда все подчеркнул искренник Игнать Тихонович оттуда там много вопросов а можно ответить брестским языком она говорит для мне это непонятно объясняю что для меня тоже многие вещи иногда непонятно то что были но это надо через молитву вот это совершенно другой уровень как бы мы иногда просим для себя того не ведая что уготовано Господом для нашей пользы для нашего спасения мы хотим вот это рассказываю часто разговаривали о детях о детях что действительно что с детьми надо разговаривать с маленьких лет что постоянно с ней о Боге а если не будем разговаривать то остаток жизни будем говорить с Богом о своих детях конечно слышат все многие ну а вот об этих тоже которые ругали мир там все что-то происходит в миру я говорю как где-то написано да не важно какой мир вокруг вас важно какой мир внутри вас и вот ну прислушаться не все так плохо что такое ответ на молитву вот это ответ на молитву как мы молились как я ждал но что сегодня приедут не ждал я подсчитал не раньше воскресенья а вот только за дороги уже сборят а вы только по субботу баню топите вот как вопрос ставится я не верю нам Володя бросай все беги топить баню тут же вода потекла скайле затопилось сегодня мы тоже заодно сходим я хотел сказать кто в армии служил поднимите руку вы слышали такой поговор плохо тот солдат который не считает стать генералом не ходите не ходите я слышал хотя и не но слышала ну ладно да говорит есть такое говорит что в сумке носят заранее маршерский жезл вырезал его из палочек положил я говорю вот к чему меня на занятиях в университетах спрашивали ну вот вы говорите знаете отвечаете ну вот вас вы избрали патриархом что бы вы сделали вот вы патриарх сегодня патриарх в первую очередь имя я бы не стал менять я в честь Игнатия Ростовского чудотворца стал бы в честь Игнатия Богоносца вот патриарх Алексей был он Алексеем был в детстве крещённым ну в честь митрополита там московского а потом в честь Алексея Божий Человека и так Алексеем осталось ну только на другое перекину ну имя бы менять не стал первое что бы я сделал я патриарх ему не спорить уже не надо я издаю указ прекратить строительство всех храмов часовой заморозить рассчитаться со всеми долгами кредитами церковь должна быть свободная далее все деньги которые высвободятся которые пожертвовали бросить на издание новых заветов это первое я этот указ издаю в первый же день раз я издаю я не просто фантазирую я молюсь об этом всё время чтобы вот это случилось я молюсь ну и второе что бы я сделал открыл бы тысячи училищ в один день где бы учили как любить Бог и любить Святую Библию два предмета больше не стал бы ничего не надо два предмета и второе дальше возвести на вершину курс кончается что такое рождение свыше и водительство Духом Святым всё вот этим ограничено первая сессия и вторая вторая на выпускной идёт да в тысячу а где бы вы взяли я уже договорился заранее у меня большие знакомства я договорился тысячи учителей меня ждут каждый день когда открою им дверь ну вот всё патриархам не избирают пока но я тогда а где бы вы взяли патриарх хотел бы иметь я говорю людей которые ревностные Библию любят у баптистов я договорился с ними и спросил вы можете дать тысячу проповедников разговоров нет но такие которые не тронут нигде православную догматику ни иконы не будут трогать ни детское крещение а будут говорить о Христе и о Библии конечно семьдесятки конечно мы не такие тупые как вы думаете а мне такие острые нужны так вот молились вы об этом или нет а я молился молился всё время и вдруг патриарх Кирилл гоняет издаёт четвероевангелие красное крупным шрифтом и подписано по благословению патриарха Кирилла вообще не видно меня просят Белоруссия Украина и мы туда пачками посылаем мы сейчас загрузились у нас достаточно следующего пресня вот оно будет мы уже едем с этими евангелями на Новый год мы раздавали около ёлок и везде говорили это патриаршие издания на первой странице патриарха то нам скажут это баптистское издание мы тогда крестик рисовали тогда молчали люди крестик восьмиконечный а тут прямо подпись то есть моя молитва услышана мне не надо быть патриархом уже делается то что я хотел мне не обязательно быть патриархом мне достаточно молиться за патриарха одно дело я отвечал другое дело я реально понимал что мне не быть ну третье четвертое начало пятое пятое найти убежище иначе крещеру меня монахи убьют мне надо спрятаться самая страшная торговная мафия понятно да вот Господь если благословит мы с этими красной корочкой в щиты четверо евангелия поедем и нам машина не нужна у нас газель возьмет кто пожелал поехать в это воскресенье поднимите руку мы возьмем с собой идти с дома в дом раздавать и говорит три часа в клубе будет собрание в клубе а нет еще в библиотеке мы все где угодно можно собраться на улице раздавать четверо евангелия крупным шрифтом Игнать Игорь Иванович самой силы то нету у Стиновых ребят то молодых ну я так на самом начале сказал они заняты у них минуты свободы нет я их оповестил у Стиновых ребята они понимают свое дело они были бы здесь я перед этим был у них они связаны все потому что на работу уезжать надо понятно так вопрос батюшка спаси Христос благословил поездку молились видите насколько все было успешно если вопросов нет давайте поблагодарим отец небесный во имя Иисуса Христа Спасителя нашего просим услыши наши молитвы ты слышал вопиющих тебе со всех концов земли и ты возразил нашим братьям ты даровал здоровье животному исправное странство слава тебе как велика милость твоя Господи посеянная дадаст добрые плоды пробуди народ российский утишь воюющий дай мир Израилю России и Украине где идет война помилуй это место пошли добрых жителей знающих тебя любящих уставы твои благослови нас пришедших сюда выслушавших как ты хранил наши братья тебе Боже слава за все отец сын и святой дух аминь да будем благословлять все абсолютно сервисы забиты это не отечественные мы за рубежом были там отечественные нет в одном я посмотрел 8 машин на ремонте приехали все иномарки а то иномарка иномарка такой же за грозные все люди умирают и машина ломается ну это машина все равно не техничная она не техничная но главное что проехала всю инруку и всю азию считай пока новенькая проехала это не игрушка лечат как ее или вот ребята там они молодцы они подставили советы давал купить ее вот брат я очень благодарен ему за это она всем параметрам двери будущая двери взрыву такой большой много для меня сейчас самое то что надо и Бог за таких людей которые на ходу не забывайте